МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Царёв грабит фирма Мухина, чтобы тоже выйти на этого кого-то. Куда идёте так путь? Ксюша! Наверное, надо поговорить. Наверное. Мне сейчас как-то показалось, что у вас не всё в порядке с вашей самоотверженной девушкой. Такое чувство, что она тоже начинает превращаться в коллегу, нет? Особые приметы. Какая-то болезнь нахватных путей. Пользуется всё время ингалятором. Профессионал. Эта тасматика работает на главного, а главное ищет Царёва. А у Царёва второй электронный ключ к деньгам. А первого кого? А первого главного. Вот они друг друга и ищут. Да, и последний. Был один продажный мент, который всё это покрывал. Вот этот? Да, он. Первый ряд. Крайний. Справа. Ничего себе. Как же так, Тигран Женебекович? Ну, а как ты хотела. Всё-таки 25 лет об барабанья. Пора отдохнуть. Ефремов Меркулова, как исполняющий обязанности начальника отдела, я запрещаю вам заниматься делами других подразделений. По дороге в больницу от полученных травм Зайкович скончался. Чё такое? Кто этот Зайкович-то? Это последний свидетель. По-вашему делу, у меня больше нет выходов на самого главного. Срочно не забирай детей. Сашка, слушай внимательно меня. Сейчас ты возьмёшь Гришку, и вы вместе пойдёте к раздевалке и будете меня ждать. Из школы не выходить. Я сейчас буду. Я у подъезда вдовы, окна не горят. Значит, всё-таки спугнули. Что с экспертизой ДНК? Завтра будут готовы. Хотя, похоже, и так всё понятно. Дмитрий, у меня свидание с Ксюшей. А вот это вообще неожиданно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Хорошо, вам придется с нами проехать. Исключено, у меня еще три операции. Нет, вам придется с нами проехать. Да в конце концов, скажите, что с ней случилось? Ее похитили. Ну, он же сразу позвонил Файзеу. Ты-то тут при чем? Может, он чистый из-за выкупа? Может. Какая-то странная схема тебе не кажется? Тебе смешно? Звонок! Тишина! Давай, Файзеу. Тяните время. Важны все протробности. Постарайтесь. Слушаю. Деньги собрал? Да. Но я хочу поговорить с дочерью. Дочь твоя целая, невредима. Одно но. Она заминирована. Что? Отдашь деньги и все закончится. Замечу, слежка взорвется. Не вернусь, вовремя взорвется. Если хочешь, могу для тебя прислать ее палец. Кому, где и когда я должен передать деньги? Ровно в десять часов твой человек принесет сумку с деньгами в Старопетровский сквер. Сядет на лавочку и поставит сумку рядом с собой. Я запишу. Там целая толпа мусоров слушает этот разговор и записывает. Я тебе говорил никого не привлекать. Вы должны мне верить. Я не привлекал полицию. Я выполняю все ваши требования. Ага. Ну, смотри, Файзе. Что еще? Я спокойно заберу сумку. И если ты меня не кинешь, я скажу тебе, откуда забрать дочь. Я понял. И еще. Сумку должен принести твой слепой мент. Один. Ясно. Дима, она жива? Жива. Пока у него нет денег. Дима, она жива. Все чисто. Первый звонок не записан, но звонили с телефона автомата. Вот. Беломорская 5. Это звонок тоже с автомата. Это высокая 26. И вот тут. А сумку передавать вот тут. По Старопетровскому. Беломорская 5. Часовка 26. И вот на Старопетровскому. Адреса находится рядом с зеленой веткой метро. Беломорская, Войковская, Коломенская. Точно, Дима. Передвигается на метро по зеленой ветке. Так. И что нам это дает? Пока не знаю. Александр Григорьевич, вас зовет Виктор Николаевич. Я разрываю наш договор. Ну погодите, почему? У тебя полный дом ментов. Не выполняешь ты обещания, Файзер. Это не полиция. Вы поймите, не полиция. Ну да, конечно. Игорь, прочесать местность каждый год. Есть. Это мои люди. Стой! Это моя мечтая охрана. Я же говорю вам. Ну клянусь, здесь нет никакой полиции. Дайте мне еще один шанс. Ну дайте шанс. Я прошу вас! Я дам тебе шанс. Но только один. Есть. Телефон, автомат. Улица Мастеркова, дом 2. Тоже зеленая ветка. Да. Я не могу рисковать, дочерь. Доктор Николаевич, я все организую. А если он заметит слежку? По поводу слежки у меня есть другой вариант. Не беспокойтесь. Сигнал отлично. Игорь, будете отслеживать вдвоем. Есть. А если в метро нырнет, сигнал исчезнет, все равно вынырнет. Группы рассредоточены по всей зеленой ветке. Главное, никакой визуальной слежки. Задача дождаться, когда он достигнет конечного пункта. Ну это ненадежно, Александр Георгиевич. Надо бы подстраховаться. Никакой слежки. Всем понятно? Да. Выдвигаемся через час. Машину ко входу. Короче, нужна твоя помощь. Да. Спасибо тебе, Дима. Ну что, Виктор Николаевич, как говорится, любой бы на моем месте. Да не, не любой. Ты жизнью рискуешь ради Ксюши. Я это не забуду. Не забуду. Не забуду. Ты здесь? Слушай внимательно, что нужно сделать. Маршрут построен. Выйдешь из машины по прямой метров четыреста и направо метров четыреста. Навигатор подскажет. Все, пошел. И поосторожней там. Не импровизируй. Прямо четыреста метров. Внимание всем. Быть начеку. Посылка пошла. Принято. Принято. Вижу его. Приближается. Держимся в направлении дороги. Поверните налево. Вы на месте. Посылка на месте. Ждем, не дышим. К нам в гости. Возможно, объект. Левую руку видишь? Темную руку не вижу. Ушел. Мужик бутылку собирает. Что бы ни было, не шевелимся. Долго еще? Сколько ты там стоишь-то уже? Я один, слепой, в незнакомом месте. Нет, здесь, конечно, хорошо, только зябко очень домой хочется. Ты не замерз? Ну, наконец-то. Объект за спиной. Не смеемся. Раз не перерезал мне горло, может, поговорим? Это не маячок, а маяк. Должен заметить. Конечно, заметить. Сигнал отличный. Не поговорил. Объект вышел. Понял. Идет к вам. Движется в сторону Ленинградки. Идет к метро аэропорт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идет к вашему д 실�台 luc mudar. ОТОР А. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сигнал исчез. Он спускается в метро. Сигнал. Ну, что? Пока глухо. Ждем, где вынадят. Стоп, стоп, стоп. Он вышел обратно. Джеймс Бонда играет. Идет в сторону торгового центра. 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 Продолжение следует... Поехали. За той машиной. Эй, буржик, чего надо? Чего надо, буржик? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прости. Прости. Мы в 50 метрах. Корабли видишь? Вижу. Есть какое-нибудь движение, люди? Не, никого. Все тихо. Значит, будем ждать. Присядь. 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 Мужик какой-то вышел на палубу. Это же Царев. Точно? Да точно. Я звоню Шорохова. Звоню Шорохова. Слушай, я сегодня ждала тебя. Поиграть в комбоя достаточно. Не введи Шорохова. Пока не придет, то ее убьет. Пойдем с тобой вместе. Подведешь меня к трапу. Пистолет у тебя с собой. Пошли. Да, с собой. Все, пошли. 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 Пошли, все. Пошли. Пошли. Стой! Стой! Пришли! Тихо, тихо, тихо! Тихо! Я послушаю! Стой! Ты куда? Осторожно! Ты застрелишь старого друга! Не двигаться! Тихо, тихо! Что это? Неожиданно, да, Кир? Как? Почему? Как догадался? Звонки из автомата вдоль реки. И все? Нет. Я же знаю, как ты любишь свою лодку. А вы что, друг друга на мушке держите? Вот это круто. Где Ксюша? Она в каюте на стуле. Ксюша! А ну не слышал тебя! У нее в наушниках музыка. Что бы не слышал твой голос? Ксюша! Тихо! 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 Меня увидела! А, да, жив он. Жив, все живы, все здоровы. Все хорошо. Все хорошо. Ты что, прикалываешься, что ли? Что все хорошо? А ты еще не поняла, да, Кир? Нет, блин, ни хренасечки! Ты сам-то давно понял? Знаешь, не очень. Похоже, ты не один такой умный. Ну вообще, о чем, что понял? Мы думали, что в прошлый раз при взрыве бандит Царев убил. Твоего дядю, моего друга и честного мента Плотникова. Оказалось, наоборот, что это Плотников, твой дядя, мой друг и честный мент убил Царева. И сейчас живет его жизнью. Вот так вот бывает. Твоего дядя, мой друг и честный мент убил. Олег, ты что здесь? Да ты что здесь? Я Рома в прикрытии. Ты тоже что ли? Какой прикрытый. У него встреча с информатором. У него царев, что ли, информатор? Царев? Это Угляна. Он сказал не мешать, ни при каких обстоятельствах. Ну ты не мешай. Ну ты не мешай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олег! Я не предполагал, что это вы. Я думал, это люди Царева. Я и Олегу приказал ни при каких обстоятельствах туда не соваться. Ну да, он должен был зафиксировать твою смерть. Ну ДНК, экспертиза. Что ты не знаешь, как делается экспертиза? Зубная щетка до волоса из расчески. Подбросил ДНК Царева к себе в квартиру. Кто про это знал? Никто. Даже Ольга, даже мальчишки? Никто за ней следили. Ну зачем? Дядя Володь, зачем? Да, дядя Володь. Расскажи девчонкам, зачем. Что это? А это самое интересное. Это электронные ключи. Отчет в офшоре. Знаете, как в боевиках, когда запускают ведерную боеголовку? Два ключа, два человека. Действуют одновременно. Вот здесь то же самое. По этому счете, деньги от нескольких коррупционных схем. Сколько там, Володь, скопилось-то? Миллионов под сто, наверное? Нет, Дим, больше. А самое главное, финансовые документы. А это компромат на всех тех людей, которые участвовали в этих схемах. Одному человеку отдавать два ключа рискованно. Поэтому ключи были у двух разных людей. Один ключ попал к твоему дяде, Кира. И он решил единолично завладеть всеми деньгами. Инсценировал свою смерть. И под видом Царева стал охотиться за вторым ключом. Но кое-кто не хотел отдавать этот ключ. И он, в свою очередь, стал охотиться за Царевым. Кое-кто это кто? У кого был второй ключ? Второй ключ, Ксюша, он получил сегодня. В обмен на твою жизнь. И я не могу рисковать дочерью. Виктор Николаевич, я все организую. А если он заметит слежку? По поводу слежки у меня есть другое время. Не беспокойтесь. Папа. Да. Жалко, что не успел свалить, да? Я не собираюсь никуда валить. Деньги мне эти не нужны. Мне нужны бумаги и компромат. Понял меня? Только так я могу защитить Ольгу и своих пацанов. Прости, Ксюша. Он слишком близко подобрался к моей семье. Эл, а ну-ка, брейк, я сказала, брейк. А что он плюется? Как плюется? Трубочкой. Сашка, сдать оружие. У меня ничего нет. Ну все, пока. Вечером созвонимся, Диме, привет. Давай, пока. Все, пока. Пока. Прости меня, Ксюша. Я бы все равно тебе ничего не сделал. Твой отец знал, что вторая флешка у меня. Если бы я тебя не похитил, он похитил моих. А он бы с ними церемониться не стал. Нет. Я не верю. На него работает бывший гореушник по кличке Поправка. Парень с ингалятором? Да. Знаком. Он как машина. Ему все равно, что женщина, что ребенок. Это он похитил Ларису и пытал ее. Хотел на Царева выйти. Знала? А ты типа не знала, да? Вся такая девочка, а дуванчик. Ты что думала? Особняк за городом, машина. Это все на получку? Не надо, Кира. А что не надо? Жалко, как у Христа за пазухой. А тут принцессу у себя строят. Ах, папенька, беденец ей сказал неправду. Не надо, Кира, не торопись. А что не торопись? Твой дядя еще не все рассказал. Как тебя подцепили? Когда Гришка заболел. Пайзов денег дал? Да. Если ты киваешь, то я не вижу. Да. Мы же тогда все роднёй собирали. В общем, а делом. Даже свой первый байк продал. Спасибо вам. Но этих денег хватило бы только на дорогу и все. Ребята из СОБР сбросились. Теперь должно хватить. А ты что, не знаешь? Ну что? Доллар, евро. Вы что, там новости совсем не смотрите? Насколько? Почти в два раза. Все будет хорошо. Давай. Слушаю. А Файзов оплатил операцию врачей. В Германии все устроил. Потом попросил услуги обратно. Сначала немножко, потом больше, больше. Отказать было уже нельзя, да? Киваешь? Киваю. Киваю. Значит, все те убийства, которые мы с тобой расследовали, были зачисткой. Ты прикрывал эту зачистку, а нам с Джимом втирал, что это были простые ограбления. Почему ты мне ничего не рассказал? Я тебя втягивать не хотел. Файзов руководил этой схемой. В ней задействованы больше двадцати человек. Чиновники, бизнесмены, банкиры, депутаты. Бубев захватил тогда мелкую шушеру, наверх пополз. Файзов стал концы зачищать. Поправку людей убирал под видом ограблений и самоубийств. Как ты думаешь, кто был бы следующим? Борюсик, пупсик, ты где? Пуся. Пусенька. Мухин вел у них бухгалтерию. Один ключ был у него, второй ключ был у Файзова. Поправка должна была забрать его и убрать Мухина. И что же не срослось? Поправка тупо обознался. Он перевернул весь дом, нашел обычную флешку и принял ее за ключ. А там еще эта, девчонка от Ларисы. Ты приехал на место преступления первого? Нет. Лариса приехала за девчонкой, обнаружила труп, позвонила мне. Где же был ключ? Ты не поверишь. Так, все будет хорошо, слышали? Все будет хорошо. Все, ничего страшного, все будет хорошо. Так, успокаивайся, успокаивайся, говоришь. Иди, 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 иди. Да, действительно, глупо обознался. Когда прокол поправки обнаружили, еще раз перевернули весь дом, ничего не нашли. Тогда поняли, что флешка у меня. Я сказал Файзову, что верну ее за деньги. Знал, что он пришлет Царева. Тогда я все и подготовил. Ну что, будем стрелять или поговорим? Как пойдет. Смелее, Вова, смелее. Я все принес. Давай. Пошку. Карман. Извини, майор, цельяви. У тебя выбор простой. Или умираешь легко. Или долго-долго мучаешься. Но все равно умираешь. Но во втором варианте я вынужден буду потревожить твою семью. Там, выбирай. Там. Где? Там, ищи. Царь, да он разводит. Сам, ищи. Здесь. Звучит. Илюк. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Они даже не собирались мне платить. Ну почему, дядя Валатин? Ну почему вы никому не сказали? Кому, Кира? Кому? Я не знаю, кто у него еще на крючке. Файзов покупает людей пачками. Думаешь, почему Джема сняли? Шорохов тоже? Ой, господи. Шорохов. Я сказала, ну где он? Уходим, живо! Я советую. Ксения Викторовна, на выход. Слушаюсь его, Ксюш, выходи. Ксения Викторовна, на выход. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова